Здравствуйте! Время новостей на нашем телеканале. За продуктами с инспекцией. Чем торгуют неподалеку от остановки Рабиновича и законно ли? За темными стеклами. Кто скрывается в тонированных авто? А еще россыпь спортивных новостей. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Для сравнения, столько же в прошлом году дорожные службы могли собрать за сутки со всего города. Тем не менее, опасность подтопления остается, подтвердил представитель администрации Алексей Попов. Сейчас в зоне риска три городских моста. Фрунзенский, Октябрьский и Е60 лет ВЛКСМ. Проезжая часть данных мостов расположена ниже уровня поверхности всех прилегающих улиц. Вы, наверное, все это видели, все эти мосты ездили. Поэтому вся вода, даже где-то ливневка в городе не сработала, вода идет вся на мост. Вот это наиболее. Мы готовы к этим вещам. Там у нас всегда и техника, когда начинается активно более паводок. Это вот такие реальные. Наверное, все это испытали даже во время дождей. Фрунзенский подтапливает, потому что большой водосбор получается. По словам Алексея Попова, водосброс на мосту службы смогут ликвидировать за час. Сложнее ситуация с подземными переходами. В городе их 20. Затопить может даже те, где недавно был сделан ремонт. К поводку все готовят заранее. Так, в этом году площадки у перехода с улицы Ленина на Карла Липнихта искусственно приподнимут над тротуаром на 15 сантиметров. Специалисты уверены, что этого вполне достаточно, чтобы вода не стекала вниз. Потому что там большой водосбор. Переходы этого, представляете, от драмтеатра, вот такой большой сбор воды получается, вот там подтапливают. Ну, у нас все, например, переходные трапы, мешки с песком. Потому что мы стараемся всегда эту ситуацию предупредить. На несанкционированный рынок сегодня отправились представители Центрального округа, Ветеринарного надзора и Налоговой. Но не за покупками, а на проверку. Есть ли разрешение на торговлю, на товар, что продают вблизи остановки Рабиновича и законно ли, узнала и наша съемочная группа. Санитарная книжка есть? Нету с собой. А вообще она есть? Конечно есть. На этой книжке и набережной там. Да не снимайте. Санитарная книжка на набережной, а торгуют рыбой эта женщина на Рабиновича. Это нарушение, объясняют специалисты. Вы продаете продукты питания людям. Как нам убедиться, что вы ничем не болеете и данная продукция ничем не заражена? Она не заражена. А какие у вас сертификаты есть? Качество ветеринарной проверки? Господи, у меня медицинская есть. Мне просто забрать надо, съездить. Даже вот сейчас с вами поеду и могу забрать. У меня готова она. Просто мне некогда. Я смотрела с 8 до вечера здесь. Но я в медицинской прошла, в набережной. У меня она прямо готова, она там лежит. А вы знаете, что торговля без правоостановочных документов это административное правонарушение? Давайте вместе поедем. Я заберу. Нас пар. Даже если бы продавец дала свой зуб, что санкнижка у нее есть, сейчас на рабочем месте предъявить ее не может. Женщине штраф 500 рублей. А вот на рыбу, которая из рассола дышит воздухом, документы есть. Татьяна покупает ее на оптовом рынке и перепродает. Но разрешения на торговлю нет. Поэтому работать здесь незаконно. Ну, а я считаю, что законно. За эту землю мой дед в 43-м голову сложил. Я считаю, что я имею право торговать, так как государство работу не дает. Не дает государству работу. Есть документы на товар, он качественный, цены низкие, люди все довольные. Все ходят к нам покупать. То есть вы постоянно здесь стоите? Да. И сколько лет уже так? Пятый год. Люди звонят, заказывают. Все дешевле. В магазине недоступные цены. А ходят в основном пенсионеры. Товар ничем не прикрыт, но это не смущает Татьяну. На рынке, где она пыталась работать, слишком высокая арендная плата. Да и выручка здесь хорошая. Место проходное. Покупаю. Вас не смущает то, что это все на улице лежит? Нет. И ни капельки, ни сколько не смущает меня это. А почему в магазине не покупаете? А здесь наполовину дешевле. У меня магазин в моем доме. Эта рыба стоит 600 рублей. А здесь за 300. Ну, есть разница. А какая тут антисанитария? Зима, мороз. Никакой санитарии. Что тут это самое? То есть мороз все бактерии убивает? Да ну а что, вы не знаете об этом? Мы видим, что коробки с рыбой и курицей стоят буквально на теплотрассе. Рядом обитают голуби. Борьба, если мы выходим как орган местного самоуправления в одиночку, без помощи горожан, которые продолжают приобретать данную продукцию, которая размещена без соблюдения санитарных норм, в какой-то степени будет бесполезна. Не дам я вам рыбу, не мечтаю. И что-то у меня когда-то слезать на руки. Изъять продукцию и не могут. На товар есть документы. Принудительно прогнать с места не имеют права. Только бумага и штраф. Представители контролирующих органов уехали, но торговля, как мы видим, продолжается. А все потому, что, видимо, штраф в тысячу рублей не настолько действенная мера. И эти деньги продавцы могут отработать за этот рабочий день. Денис Уонас, Максим Мартынов, Антенна-7. Сегодня в Омске инспекторе ГИБДД просвещают владельцев авто и их транспортные средства. На улицах города проходит целевое оперативно-профилактическое мероприятие «Тонировка». Рейд призван вывести отдельных водителей из сплошного сумрака. Репортаж Евгения Нефанова и Максима Мартынова. В дневном трафике «Тонировка» видна сразу. Экипажи ДПС ведут эту машину от перекрестка к перекрестку. Передвижение фиксируют по рации. И вот плановый пидстоп от инспекторов. Попробуйте сейчас рассмотреть водителя и пассажиров. Бесполезно. Инспектор просит предъявить документы, а затем пройти на пару слов. Хотя и без них Кириллу все понятно. Здравствуйте. Вас на «Тонировку» остановили? Да. Нарушаете? Зачем? Так получается. А зачем устанавливали? Становать меня. Остановили. А, устанавливали «Тонировку»? Да. Ну так красиво выглядит. Красиво? Да. А вы знаете, что это нарушение? Да. Да, нарушение. Согласен. Вы осознанно нарушаете? Да. Красота требует жертв. Сотрудник автоинспекции сейчас составит протокол. Поскольку для Кирилла это уже не первое нарушение, то регистрацию автомобиля сейчас приостановят. Владельцу машины придется потом снять «Тонировку», пригнать авто к автоинспекторам и восстановить документы. И, конечно, заплатить штраф 500 рублей. Этот молодой человек вписывается в портрет типичного нарушителя – раздела техрегламента Таможенного Союза о безопасности транспортных средств, касающегося «Тонировки». Начальник отделения управления ГИБДД Наталья Боболева говорит, обычно это водитель в возрасте от 18 до 25 лет. Ежедневно порядка 20 автомобилей таких выявляются. Трудники госавтоинспекции принимают меры административного воздействия. Тем не менее, водители некоторые допускают такие нарушения, не считая, что это им каким-то образом может мешать. На самом деле, тонированные стекла, они недостаточные обзоры, соответственно, водитель из-за того, что пропускаемость стекол не такая, они могут повлечь в первую очередь это участие в дорожно-транспортном происшествии, ну и, конечно же, могут быть определенные последствия. А этот нарушитель просит убрать телекамеру. Возможно, он стесняется, а возможно, скрывается. Однако, по закону, снимать и показывать работу госавтоинспекции, да еще в общественном месте, разрешено. Поэтому автовладелец оставляет узкую полоску света для общения. По нормам, ветровое стекло, передние и боковые стекла и стекла передних дверей должны пропускать минимум 70% света. Максимум допустимой тонировки ветрового и боковых стекол 70% по ГОСТу. Ну, здесь невооруженным взглядом видно, что здесь гораздо больше. Впрочем, сотрудники ДПС сейчас определяют это специальным прибором. Светопропускаемость стекол определяет специальный прибор БЛИК. Он внесен в государственный реестр средств измерений. Допустимая погрешность до 4%. Однако тут все столь очевидно, что результат забавляет водителя. Он сообщает новость пассажиру. 1%. Это мероприятие только открывает череду весенних и летних рейдов. Ведь чем теплее и солнечнее, тем чересчур тонированных авто больше и больше. Доказано ГИБДД. Евгений Анифанов, Максим Мартынов, Антона Синь. Амичам предлагают выйти из тени. В Омске стартовал прием заявок региональной премии «Народный герой». Заявиться можно как самостоятельно, если, конечно, есть за что претендовать на премию, либо быть номинированным. Например, в прошлом году за 2,5 месяца в Оргкомитет поступило 240 заявок от жителей города и области. Номинаций несколько. Благотворительность, инициатива, инновация, интеллект, продвижение, профессионализм, самоотверженность, спорт, талант и юность. Выбирают номинантов организаторы. А статус народного героя победитель получает после народного голосования на сайте премии. Героями болельщики уже называют хоккеистов. Экс-капитан «Авангарда» Сергей Калинин выиграл золотую медаль на Олимпийских играх в Чончхане. В финальном поединке мужского хоккейного турнира сборная олимпийских атлетов из России победила в овертайме команду Германии со счетом 4-3. Решающую шайбу наши игроки забросили в большинстве на 70-й минуте матча. Сергей Калинин повторил достижение другого известного омского хоккеиста Виктора Блинова. Знаменитый защитник выиграл Олимпиаду 1968 года. Тогда сборная СССР обыграла команду ФРГ со счетом 9-1. Победители Олимпиады и пара Олимпиады получат от правительства по 4 миллиона рублей. За серебряную медаль вознаграждение в 2,5 миллиона рублей, а за бронзовую – 1,7 миллиона. Кроме этих внушительных сумм, подарки будут и от Фонда поддержки Олимпийцев России. По сообщениям, это будут автомобили BMW модели X4, X5 и X6. Вот такие призы. Свои первые медали заслужили начинающие пловцы. В бассейне Олимпийске прошли детские соревнования по плаванию. У кого неловкий кроль, а у кого уверенный брас. Вместе с тренерами оценила и наша съемочная группа. Виктория, она на третьей дорожке, плаванием занимается 8 лет. Сейчас она студентка Университета физической культуры. Призовые места в ее спортивной карьере и показательный заплыв в Олимпийском – хороший пример для тех, кто только-только учится правильно дышать и развивать двигательную технику. Но плавание – это не только про спорт, замечает девушка. Я чувствую полное, наверное, уединение с водой, расслабление. Мне нравится это. Я чувствую себя более комфортно. Не знаю, выхожу из этой жизненной всей суеты и мне доставляет это большое удовольствие. Никита Руденко в старшей возрастной категории. Как это часто бывает, родители отдали мальчика в бассейн для общего физического развития. Но по-настоящему спортивным увлечением это стало после хороших оценок тренера. Стабильные тренировки помогают образованию фигуры, то есть накоплению массы, мышечной массы. Также развивается дыхательная система, то есть объем легких. И в общем улучшается все. Бассейн Олимпийский – первый в Омске с озоновой очисткой воды. Поэтому с точки зрения здоровья это большое преимущество. Подтверждает исполняющие обязанности ректора медуниверситета. Я думаю, прежде всего довольны родители. Потому что мы постоянно слышим благодарности. Во-первых, родители довольны, что дети учатся плавать. Во-вторых, конечно, довольны, что вода без хлорки. И для детей это очень полезно. Именно в такой воде учиться плавать и плавать. Ну и конечно мы довольны, потому что мы испытываем прежде всего свое удовлетворение. Что этот плавательный бассейн, который мы с нуля построили, он оказался нужен. И взрослым, ну и конечно детям. А дети – наше будущее. Виталий Охлопков и сам любитель поплавать. Почти каждый его день начинается с нескольких бассейнов. Водных строений в Омске не так много. Соглашается министр спорта Дмитрий Грекорьянц. Но это не мешает иметь городу традиции плавания и гордиться именами. Я думаю, всем известно имена наших знаменитых властов. Это и Роман Слуднов, бронзовый призер Олимпийских игр. И конечно Юра Мухин, олимпийский чемпион, который как бы в Омске никуда он не делся. Я вот его хотел пригласить, но он, к сожалению, занят. Он активно судит соревнования по плаванию и поэтому находится так постоянно в движении. То есть популяризация плавания путем проведения подобных мероприятий очень важна. И действительно, наверное, надо больше внимания этому уделять. Потому что плавание это, в общем-то, такая, на мой взгляд, прикладная вещь, которая любому человеку просто необходима. От 8 до 16 лет таков возраст плавцов, которые сегодня принимают участие в этих соревнованиях. Думаю, для многих из них эти медали станут первыми в их жизни. Денис Уонас, Сергей Гаврилов, Антенна 7. 70 команд сразились в 16-м турнире по мини-футболу на снегу. Кубок континента на призы общественного движения «Новый город». Спортсмены соревновались в двух возрастных группах. События на футбольных площадках образовательной школы номер 97 развивались ярко и динамично. Восемь матчей одновременно и в каждом быстрой атаке интересные комбинации, хлесткие удары. Самая опытная команда соревнования – «Голос грома». Футболисты в зелено-черной форме играют в турнире более десятка лет. Лидер команды – ее капитан Денис Забаровский. Скоростной техничный футболист умело руководил игрой партнеров. Смело шел вперед, начинал атаки. Футболисты хорошо комбинировали, играли в удовольствие. Охота побегать, поддержать свою форму. Как бы там подкаты все они одинаковые. Также и пасы, забиваем голы, бьем все одно и то же. Просто стимул поддержать форму. «Голос грома» – самая результативная команда группового этапа в старшей возрастной категории. Футболисты забили 9 мячей. Трудный стыковой матч за выход в финал. «Голос грома» сразился с принципиальным соперником – командой «Нави». Футболисты в бело-голубой форме – двукратные победители турнира. Матч достойный финала. Равный спор на финише поединка. Блестяще сыграли нападающие команды «Нави» Алексей Женжер и Владислав Курчатов. Быстрая комбинация – победный гол. «Спасибо организаторам «Новый город» за то, что дали возможность сыграть на этих турнирах. Каждый год участвуем. В этом году собрали оптимальную команду. В первом матче удалось выполнять всякого рода комбинации. Игра в стенку, игра на столба. Хорошие передачи и обостряющие комбинации помогли нам выиграть». В паузе между этапами чайпития и церемония открытия турнира. Красивых побед и крепкого здоровья спортсменам пожелали организаторы соревнования. Представители общественного движения «Новый город». «Это уровень самоорганизации. Наше движение «Новый город» всего создает условия для того, чтобы эти ребята реализовали свои интересы и возможности. Самостоятельно, без приказа. Вот это самое ценное». Острое соперничество в решающих матчах турнира. Скорость, натиск, удары в касание. В старшей возрастной группе призовые награды выиграли команды «Прогресс», «Химик» и «Нави». В споре игроков 17 и 19 лет ярко сыграли юные футболисты из команды «Лига Омского района». Быстрой комбинацией, 3-4 гола в каждой игре, битва в матче за главный приз. Все решил один мяч. Кубок выиграла команда «Сатурн». Футболист «Омского района» – серебряные призеры. Лидер команды Владислав Бородин завоевал специальный приз лучшему нападающему турнира. «Отличный турнир, всегда с удовольствием там играем. Поле хорошее, собрали команду очень неплохую. Проходили комбинации в два, в три паса. Поиграл в защите и под нападающими. Все получается». Следующее соревнование по мини-футболу «Общественное движение Новый город» проведет в марте. В зале это будет турнир, посвященный памяти известного омского футболиста и тренера Александра Стасевича. Владимир Истомин, Сергей Гаврилов, Антенна 7. Омские велосипедисты успешно выступили в чемпионате федерального округа и первом этапе межрегиональных соревнований «Сибирские звезды». Наши спортсмены победили в большинстве номинаций. Рядом с полотном омского велотрека находился Владимир Истомин. 200 метров за 10,3 секунды. Лидер ромской команды Евгений Калмыков – самый скоростной гонщик соревнования. Серебряный призер чемпионата страны входит в состав национальной сборной. Показал результаты российского уровня в споре гонщиков старше 18 лет. Уверенно выиграл золото в гите на 1000 метров. Продемонстрировал несколько классных рывков в гонке с выбыванием. На пятом круге Евгений в секунды переместился из замыкающего в лидеры. Ближе к финишу завоевал призовую медаль. Чувствуется, что нога уже набирает свою оптимальную форму. И хорошие-хорошие прогнозы на этот сезон. Я думаю, будет все отлично. По темпу хорошей скорости показали еще два мяча Александр Проценко и Кирилл Белокопытов. Спортсмены сразились в финале гонки с выбыванием. Проценко выиграл за счет тактики и выносливости. Сделал быстрый рывок и удержал скорость. Добавил в техническом плане, поднабрал себе опыта. Погонял гонки с другими регионами. И делал для себя какие-то выводы. Стараюсь не придерживаться одной тактики, а менять ее по ходу гонки. Видеть моменты, где можно хорошо ускориться. Серия побед в юношеских соревнованиях. В состязании спортсменов 15 и 16 лет отлично выступили Владислав Боголюбов и Павел Чекмарев. В этом возрасте мячи сразились с амбициозными соперниками из Свердловской области и Новосибирска. Боголюбов проявил характер, вырвал победу в гонке с выбыванием. Чекмарев значительно прибавил в результатах и в спринтерских, и в темповых дисциплинах. Выиграл две золотые награды в гонке преследования на 3 километра и в гите с хода на 500 метров. Лучший свой результат на 2-3 секунды. Получается, благодаря нашему треку, то что мы здесь полные сутки тренируемся без выходных. Спасибо большое огромное тренеру Казанцеву Игорь Сегеевичу, Костякову Ариану Аберчу. В споре девушек отличилась амичка Дарья Браун. Талантливая спортсменка блеснула стабильностью и универсализмом. Взяла вверх в групповой гонке и ярко победила в финальной дуэли с заезда с выбыванием. Амичка сделала резкий и мощный рывок, выиграла у сильной соперницы из Новосибирска. Ей занимает первое место в игровой гонке. По тактике я стала намного умнее. Когда звенит колокольчик, нужно прибавлять в темпе, для того, чтобы соперники отвалились и ты приехал первый на финиш. Амичи – лидеры в командном зачете. Несколько хороших результатов показали спортсмены из других регионов – Новосибирска, Тюмени и Свердловской области. Межрегиональное сотрудничество будет продолжено. По словам первого заместителя министра спорта Андрея Хромова, выйдет на более высокий уровень. Самое главное то, что у нас сейчас поддержка Виталия Леонидовича и Москова появилась. Буквально 15 февраля вышел документ о том, чтобы именно здесь, в Омске, создать федеральный центр. И Колобкову, министру спорта Российской Федерации, предложено рассмотреть возможность создания здесь федерального центра. Я считаю, что это наша главная заслуга. И самое главное – реализовать этот проект. Соревнования продолжатся. Следующий этап пройдет на Омском велотреке в выходные. В состав участников пополнят сильные команды из Челябинска и Кемерово. Владимир Истомин, Андрей Кузьмин, Антенна Си. Смелый призыв болельщиков «Авангарда». 27 февраля на арене Омск «Ястребы» сыграют важный матч за выход в плей-офф с Новосибирской Сибирью. Поклонники команды придумали оригинальный ход в поддержку команды. Слепили снеговика, зажгли десятки тысяч бенгальских огней, растопили снежного персонажа. Смысл действия в особом сочетании слов и цифр. Топить на языке болельщиков – синоним слову «поддерживать». 10 тысяч – максимальная вместимость арены Омск. Мощная активная поддержка должна помочь нашей команде. Новости также можно найти на нашем сайте и в официальных группах в социальных сетях. Добавлю, специальное предложение приготовил для клиентов Банк Восточный. 500 тысяч рублей с ежемесячным платежом всего 6 580 рублей. Полмиллиона рублей сумма достаточна для крупной покупки. Это, например, покупка автомобиля или качественный ремонт. К тому же практически у каждого есть кредит или кредитная карта. В семье же их еще больше и оформлено, как правило, в разных банках. Если соединить все кредиты в один, то сумма в 500 тысяч рублей с платежом 6 580 рублей будет как раз кстати. Можно воспользоваться этим предложением прямо сейчас и уже в феврале почувствовать выгоду. Сэкономленные на сокращении платежа деньги можно будет потратить на оплату ЖКХ, подарки близким к праздникам и прочие приятные радости. А если подсчитать экономию за год или два, хватит на путешествие или, скажем, новую шубу. Если будет полмиллиона рублей, им точно найдется нужное применение. А предложение от Банка Восточный 500 тысяч рублей с платежом 6 580 рублей в месяц как раз позволит сбалансировать реализацию мечты и финансовые расходы. Что подарить? Миллион идей подарков для любимых в континенте. Время дарит любовь. На моих шикарных ножках не застегнуть высокие сапоги. Есть решение. Обувь оскаления. Застегнулись. Приходите. Новая коллекция на Карла Маркса 69 и в новом магазине. Континент 2. Бутик 147А. Только в феврале. Столешница из натурального камня всего за 3900. Режьте на ней. Ставьте горячее. Она не подведет. Интерьер «Камень». 590-594. Грандиозный проект. Петр Дранго. Большой концерт в сопровождении оркестра. Встречайте 5 марта на сцене Большого зала филармонии.